В прошлый раз, если вы помните, я говорил о жертвеннике, о жертвеннике эгоизма. Кто помнит? Я знаю, что многих коснулось, и многие по-другому начали смотреть на ситуации. И эти две недели я тоже думал, что говорить, как говорить. Вы знаете, почему-то не оставила меня эта тема, тема эгоизма. Эго, я. И хочу продолжить. Так что эта проповедь будет называться «Жертвенник моего эгоизма 2». На «Жертвенник» в этот раз мы принесем нечто особенное, это наше чувство неполноценности. Кто из вас когда-нибудь чувствовал себя неполноценным человеком? Знаете, проблема в том, что мы почти все. Все, каждый из нас в этом согрешает. Мы чувствуем себя неполноценным. Какая-то несооразация, несооразица. Какая-то нестыковка происходит. Извините, что я так заикаюсь. Еще, как сказать, я даже не знаю. Несколько, буквально неделю назад, почти неделю назад, у Татьяны был день рождения, мы проехали на мотоцикле, у меня заложило ухо, я почти на ухо не слышу. Иногда говорят ко мне, говорю, что, что говоришь? И вот когда начали петь, я слышу, что-то звенит там, а вот что поется, не знаю, поэтому не участвовал. Но все равно, какая-то несооразица получается так, что когда мы говорим о жертвеннике, на жертвеннике это то место, где в библейские времена приносили самое лучшее. То есть в любых таких религиозных сообществах, независимо от христианской, иудейской, либо другие, всегда приносилось что-то доброе, самое лучшее. Правда? В храм приносилось самое лучшее, и фактически любая религия, которая существовала на этой планете, всегда требовала от приносящего жертву самое-самое-самое лучшее. И я не ошибся, когда я сказал, что жертвенник эгоизма, потому что самое дорогое для нас это наше «я». Не правда ли? Самое дорогое, мы самым больше всего на свете дорожим своим «я», своей репутацией, своим именем, своими словами, своей внешностью. Мы дорожим тем, что внутри нас есть свое эго, свой эгоизм. И поэтому я и назвал именно эту проповедь «Жертвенник эгоизма 2». И что делать с чувством неполноценности? Именно вот это чувство неполноценности, я хотел бы ее как раз вот развить. Говоря о неполноценности, как о состоянии, которое мешает нам воспринимать себя адекватно, я понимаю, что говорю о состоянии человека, который выражает себя перед людьми. Когда другие люди более успешны, чем мы, что мы чувствуем? Зависть. Слово «зависть» – это мы, то есть ты не состоялся. Есть старая такая фраза. Мы буквально недавно в пастырском чате-то общались и поднялись еврейские темы опять. И говорят, что они такие всегда особенные. Почему они вот так должны быть религиозно как-то направлены, либо заточены под какую-то законность, либо свободу? Что-то с этими евреями все носятся и так далее. Я сделал такую, знаете, по марочку такую фразу. «Ты еврей, а я не смог». Вот в момент такой зависти. «Ты еврей, а я не смог». «Ты успешен, а я не состоялся». «У тебя все дома хорошо, а у меня, извините, не все в порядке». «У тебя квартира, а у меня даже и той нету». Когда другие более успешны, чем ты, когда другие получают большую и лучшую зарплату, чем ты. Всегда чувство неполноценности происходит. То есть, вроде бы создал Бог тебя таким, как ты есть, с руками, с ногами, с нормальной головой, а денег не приносишь дома, как все. Чувство несостоявшегося человека. Чувство, когда ты, может быть, все нормально, с счастьем, как у всех, не сложилось. У всех нормальных людей, как бы все сложилось, как нужно. Как счастье, как счастье, а у меня, как у всех. Должно быть, но не получается. Когда ты заходишь к подруге домой, а у нее дома пахнет, как из самого хорошего парфюмерного бутика, а в твоем доме пахнет еще стиркой. Чувство неполноценности. Почему у нее трое детей, и она уже их накормила, постирала, все выложила, уже положила бутерброд и отправила в школу, а ты еще не можешь расправиться со своей вчерашней посудой, которая скопилась за весь день. Почему, когда я прихожу к этой моей любимой, самой любимой подруге, я ее чисто ненавижу за то, что она уже с утра успела накрасить ногти, а я еще не успела проснуться, вернее, проснулась, но уже опоздала за своим ребенком в школу. Чувство неполноценности. Почему у них все нормально, а у меня, как у должно быть, ни у кого? Чувство несправедливости. Уже в состоянии такое, знаете, вот ты приходишь к любимому человеку, к любимой подруге, но внутри ты ее ненавидишь, потому что она состоялась, а ты нет. Вот чувство неполноценности. Вроде бы в одной стране выросли, в одну школу ходили, в вузы закончили люди те же самые, но в жизнь не все так просто. Иногда попадаешь среди верующих, да ладно, это как бы среди неверующих людей бывает часто, но когда попадаешь среди верующих людей, вы замечали, наверное, такую систему, когда, особенно в собрании, либо после собрания особенно, когда встречаются супердуховные люди, а ты с ними общаешься, а у них получается так, что они цитируют тебе целые места Писания, то есть наизусть несколько стихов. Они говорят, 2 Паполоменон, 12 глава, 8 стих. Слово Паполоменон уже выговорить сложно. Думаешь, у людей получается и дикция, и артикуляция, и все нормально. Ты думаешь, как у меня еще такие стихи, как начнет 8 стихов наизусть. Думаешь, какое состояние, что со мной происходит. Особенно, когда еще попросят тебя помолиться. Эти люди, которые цитируют, которые цитируют супердуховные, они начинают молиться, и ты думаешь, вот это чувство. Сейчас небеса сойдут на землю, все произойдет как нужно, все оковы опадут, все исцеление придет. Но он просит тебя, а теперь ты помолишься. И не знаешь, как два слова связать. Чувство несостоятельности, чувство твоего несостоявшейся репутации. Но в самом деле эти чувства всегда знакомы каждому человеку, и вы в этом не одни. Кто из вас пережил это? Я тоже поднимал руку, потому что я тоже был таким. Это не страшно, но состояние очень важно, потому что когда мы чувствуем себя несостоявшейся, мы не можем раскрыться к Божьему призванию. Мы не можем найти ту причину, которую Бог хочет, чтобы мы состоялись. Я могу сказать, что в подростковом возрасте я тоже был не сильно говорун. Я очень стеснительный был. Моя мама сегодня здесь, и я благодарен Богу за это. Она у меня страшно в доме моем будет. Если кому нужно будет прийти, сразу звоните ей. Но в случае того, что в подростковом возрасте я очень был стеснительным ребенком. Если вы помните, я один раз говорил уже об этом, когда в четвертом классе меня просили почитать. Я помню такая картина, даже помню, где-то происходила в старой школе на втором этаже. И меня попросили читать быстро, знаете, на скорочтение. Я вот помню, я читаю абзац, я дохожу до конца строчки, перехожу на следующую строчку, опять читаю. Я понимаю, что что-то не так. Еще раз пальцем провел по строчке, перевожу палец и опять читаю. И слышу, что весь класс начинает просто с меня истерически смеяться. Я понимаю, что-то произошло, и вдруг до меня доходит, что я читаю одну и ту же строку уже пятый раз. Чувство несостоятельности. Я потом сокрылся, конечно, я не состоялся, я не умею читать, я уже где-то не совсем все вижу, как бы там уже начинаю нервничать, каждый раз, когда мне нужно читать много. Но на самом деле, это состояние, как бы оно изменяется, изменчиво. Я даже помню, когда я женился, уже сегодня так рано не женятся, как бы в 19 лет было моей жене, мне было 21, вроде бы после армии должно быть все в голове нормально, как бы человек прошел армию, боевая сноровка и так далее. Но когда женился, и когда ты не имеешь детей, свадьба как свадьба, отношения как отношения, любовь, все хорошо, моя жена сказала, я беременна, так раз, а, что это значит? Я стану папой. И тут начинается в голове сразу переключаться что-то, знаете, а вроде бы, когда были вдвоем, можно было цветы подарить, и там что-то пойти, кофе попить, что-то так много не нужно было. Помните, как с милым и рай в шалаше, а теперь уже с милым и еще два дитя, или еще какой рай в одном шалаше, нужно что-то больше иметь. И вот состояние такое, когда, я помню, так уже будучи за границей, учился в люблейской школе, моя жена с двумя детьми, беременна с третьим, и я понимаю, какой с меня отец, какой с меня, вот ладно, любящий муж, но какой отец, тот, кто может в дом принести, обеспечить дом, своих детей, и я понимаю, что я не состоялся еще, как вот внутри, я переживаю. Но тогда, когда родился Джошуа, третий у меня сын, мне было 25 лет, и вдруг внутри меня что-то изменилось, как бы пошла перемена. Четко внутри себя я понял, что я это смогу, я тот, кто я есть, я призван быть и отцом, любимым мужем, я сделаю то, чему я призван, и мой дом состоится. Вот внутри ты получаешь уверенность и убежденность в том, что ты можешь сделать. Я посмотрел векопедию, сейчас хорошо использовать интернет, для того, чтобы узнать, что такое слово комплекс неполноценности. Кто-то смотрел такие вещи, психологические, да? Ну, я залез специально, чтобы посмотреть. комплекс неполноценности, совокупность психологических и эмоциональных ощущений человека, выражающиеся в чувстве собственной ущербности и иррациональной вере превосходства окружающих над собой. Комплекс неполноценностей возникает вследствие разнообразных причин, такие как дискриминация, душевные травмы, свои собственные ошибки и неудачи и так далее. Комплекс неполноценности существенно влияет на самочувствие и поведение человека. Это общее понимание, что говорит нам векопедия. Но все-таки мы рассмотрим библейские принципы, почему Бог не хочет, чтобы мы чувствовали себя неполноценными, почему мы должны будем на алтарь Божьей жертвы возложить свою неполноценность, потому что она связана с нами. И мы должны будем это разобраться. Перед тем, как мы перейдем к книге Иисус Навин, вернее, извините, Судей, и будем рассматривать такую историческую личность, как Гедеон, я бы хотел, чтобы мы остановились на нечто таком важном, на чем основываются, то есть основы для неполноценности, состояния неполноценности имеют в жизни, они основываются на чем-то, чувство неполноценности. Первое, на чем основываются, это несправедливая критика в наш адрес. Кто из вас пережил эту несправедливую критику в собственный адрес. Я говорю сегодня к родителям, обращаюсь очень сильно к родителям и тем, кто хотят быть родителями. Кто-то уже, может, что-то пережил в своей жизни, и знаете, как вот сегодня модное слово, такое, как проклятие поколений. Вы знаете, что вы можете разбить свое проклятие очень просто, простым решением Вишуа Мессии, потому что Он взял на себя наше проклятие, наше проклятие. Он умер за наше проклятие, но если мы живем в нем, мы не можем исполнить Божье предназначение. Нам нужно избавиться от Него и первое, когда мы делаем это, когда мы осознаем и мы говорим, мы не хотим быть такими, как мы были вчера. Это очень просто говорится. Вас хоть-нибудь машина сбивала на перекрестке? Нет. Ну ладно, это понятно, что это глупо, слава Богу, нет. А кто из вас лазил в резетку ножницами или же булавкой, да, вот кто? Ну поднимите, честно так поднимите руки. А еще раз хотите? Нет, ну очень просто, правда так вот, что делается? В разуме ты говоришь, туда пхать резетку или ножницы или булавку не нужно. Очень просто и так далее. То есть Бог говорит о том, что мы можем в разуме положить основание, что нам не должно делать. Поэтому, кто крал перед не кради, кто прелюбодействует, не прелюбодействует, кто еще какие-то дела, грехи, он говорит, не делай. Очень просто, не делай. Если мы хотим избавиться от каких-то проклятий своей жизни, просто что нужно делать? Не делать их. Не провоцировать это все. И давайте мы сейчас посмотрим. Первое, несправедливая критика в наш адрес. Мы много слышали слов, которые сказаны нашими родителями, либо мы иногда говорим, такие как нелепо. У тебя ничего не получится. Ты бездарный. Бездарный. Когда я хотел сильно петь, это было еще в детстве, мне говорили, тебе в детстве на ухо наступил что? Медведь. Я думал, мама, я помню этот маленький медведик. Думаю, какой медведь мне в детстве на ухо наступил? Он уже плюшевый был. И так далее. Я как бы не понимал это все, но когда я пошел в музыкальную школу, мне сказали, как бы есть способности, но на трубе только. Я не понял, зачем на трубе? Потому что, может быть, слуха не надо, чтобы это все. Знаете, бывает бездарность. У тебя нет слуха. У меня до сих пор слуха нет. Но иногда получается, попасть с Сережей в один какой-то паровоз, и мы так хорошо пропоем. Но все-таки очень часто мы говорим неповоротливый, неуклюжий. Тебе бы там килограмм двадцать скинуть, чтобы ты был более стройный. Там ты неудачник, тебе никогда ничего не получится. Потом некоторые к мужскому полу, а к женскому говорят, ну ты такая же, как бы, ни телом, ни лицом не удалась, что с тебя взять? Кто тебе замуж возьмет? И так далее. Такие слова, такие клеймо, которое остается в нашем разуме. И часто, и часто я слышал, мама, простите, это такое, у всех дети, как дети, а ты? Я думаю, почему у всех дети, как дети, а я чем отличаюсь от них, если мы то же самое делали вместе? Вот понимаете, да, у всех дети, как дети, а ты? Кто говорит своим детям такое? Кто признается? Я понимаю, да, да, да. Вот этот момент, это остается в разуме, в нашем разуме, и подсознательно мы несем это в нашей жизни, будучи верующими. Смотрите, Ишуа умер за нас, за наши грехи, чтобы мы не были наказуемы со всем миром. но он не умер за наш успех, он не умер за то, чтобы мы были богатые, чтобы мы были красивые, какой есть, такой есть, понимаете, да? То есть, это нормально, мама с папой полюбили, и что бы получилось, то получилось, причем здесь Иисус и Бог, понимаете, да? В момент здесь таланты, Иисус не умер за твой талант, вы скажете, мы пастыры, мы все это все тебе покажем, в Библии, что ты не прав. Иисус четко умер за мои грехи, мои проклятия, все остальное говорит вам в пакет для вашего образования. Миллионерами дураки не становятся. Правда? Разве что ты нашел какой-то клад и там его потихоньку где-то режешь пилой. Но смотрите, очень важно понимать, что Бог хочет, чтобы мы были правильно смотрели на эту жизнь. Второе, мы часто не замечаем эти проблемы, но это безусловно есть проблема. Когда мы чересчур хвалим наших детей, чересчур получаем похвалу за ничто. Одно дело, когда мы не получаем за то, что мы успешны, за то, что мы хорошо делаем, мы не получаем это утверждение, кто мы как личности. а другое мы перерабатываем, мы делаем больше, мы ложные самомнения о человеке. Один пример, если раньше мы были в школе, в советской школе, чтобы получить диплом или же какую-то грамоту, нужно было что-то сделать. Если ты собирал металлолом, нужно было собрать столько, чтобы было получить грамоту. Там первое, второе, третье место. Если ты поешь или в конкурсе участвовать, ты должен был участвовать в конкурсе, должен был работать, пахать над этим и все остальное. Сегодня что происходит? Идут в первый класс, всем дают дипломы. Ты первокласска. За то, что ты принес портфель, тебе диплом. Раз, принес портфель. Услышьте меня, пожалуйста. Сегодня для того, чтобы детям было хорошо, приятно, чтобы они учились, мы им даем ложные надежды. То, что их превращает в неразвитое общество. Что у них все получается, они все хорошие, все у них математики, все у нас умельцы, красавцы, победители и так далее. И что в жизни получается, когда приходит время, им высвободиться, выразить свой потенциал. Все, кто они есть, они говорят, секунду, вы меня не знаете. Да я знаю тебя, вы меня не знаете. Я не такой, как вы думаете. И комплекс неполноценности именно раскрывается тоже в тех же направлениях. И третье, это такое, как немудрое и глупое сравнение с другими людьми. Это три основания для неполноценности. Когда мы сравниваем себя с другими людьми, мы сравним себя с другими, кто более успешный, кто знаменит, кто может способнее, кто даже внешностью удался, статусом и деньгами. Мы сравниваем себя с другими людьми, какая у них квартира, какая у них страшно в последнее время, это социальные сети. Потому что в социальных сетях мы любимые, нам же хорошо, нам приятно, мы выкладываем все то, чем мы хотим похвастаться, показать, что у нас есть. И вот чувство неполноценности именно многих людей развиваются в сетях, в сетях общения. Потому что мы сравниваем себя, внутренний, своего внутреннего человека с их фасадом. Услышьте меня. Потому что на картинках, на том, что на фотографиях все показывается, это показывается фасад. Как они живут, какое кофе. Например, ты сфотографировался бутерброд, сыр, кусочек колбасы, который вчерашний не доел, и выложил в интернет. Другого, у другого чуть-чуть больше, у него чуть-чуть икры, и плюс еще специально рука с таким перстнем. И что получается? Тут еще ты ничего не видишь, а ты уже за этим фасадом решил, что у тебя так все плохо. И чувство неполноценности. И услышьте меня, пожалуйста, очень глубоко, потому что вот это состояние отпечатывается внутри нас, и мы не можем выразить, а на самом деле сегодня никому нет никакого дела, в какой обуви ты ходишь, в каких штанах, брюках, в каком костюме ты одеваешься, каким телефоном ты пользуешься, какой машина ты ездишь, потому что сегодня это уже не показатель, абсолютно никак не показатель. Да, конечно, если те, которые в этом мире носят гучи, там еще версачи, все остальное, эти люди, они знают свой круг общения, нам, они как бы не пара, может быть, может быть пара, дай бог, чтобы они спаслись и пришли сюда, но если мы хотим туда сесть, то мы недоступны к этому, и вот чувство неполноценности ты еврей, а я не смог, как это сделать, вот как это чтобы было хорошо, не получается, и поэтому богу, чтобы выросли из этого, и вот давайте мы откроем вместе со мной книгу Судей, 6 глава, с 11 по 16 стих, и пришел Аг Господень и сел Офре под дубом, предлежащий Иосу, потомку Авезеру, сыну его Гедеону, выколачивающий тогда пшеницу, вточили, чтобы скрыться от Мадеонитян. Вот первая остановка, которую мы сделаем. Если мы знаем из учебников по древней истории, хотя бы, если вы читаете Библию, мы понимаем о том, что земледелец, собравший урожай, они выколачивали пшеницу или же овес на возвышенности, на открытой местности, для того, чтобы щелуха, которая была выколачиваема из зерна, развивалась ветром. В этой ситуации Гедеон, он делает абсолютно наоборот, он спускается в долину, потому что только в долине находилось точило для вина, и там выколачивает зерно, причем с каким-то таким состоянием угнетенности, понятно, что они были под властью меридиан, и либо из страха за жизнь, либо из-за страха того, что у него отберут все, он прячется, и тут Господь является ему, то есть Ангел Господь является и сказал, Господь с тобою, муж сильный. Как это так? Если человек сильный, он мужественный, он бы никого не боялся, взял бы свой урожай, пошел бы на гору, там бы выбивал зерно, но тут он трус, он боится, боегусь, и как вы бы обратились к человеку, который прячется? Эй, что прячется сильный муж? Послушайте, о чем я говорю, Бог не так видит, как мы видим. То, что внутри нас, то, что мы переживаем, то, что мы о себе думаем, и то, что люди о нас думают, абсолютно всегда будет отличаться от Божьей позиции. Всегда будет отличаться. Поверьте мне, потому что то, как мы себя судим, то, как мы себя видим, не так, как Бог видит. И когда этот человек, где он, он прячется от своих врагов, втихаря, где-то там, тихонько пищу выколачивает, чтобы тихо себе поехать от оскрая, никто не знает, никто не увидит, ничего не будет произойти, все будет тихо, негромко, я выживу. Трус, да? И Бог говорит, и Бог говорит, Господь с тобой муж сильный. Тихо, 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 тихо. Вот внутри мы совсем должны быть другими. И подальше мы видим 13 стих, Гидеон сказал ему, Господин мой, ой, если бы Господь был с нами, он начинает говорить с ним так, знаете, как по-еврейски. Ой, если бы, извините, пожалуйста, Господин мой, если Господь был с нами, то отчего постигло нас такое бедствие? Что вы говорите? Какой я муж сильный? Что вы ко мне пристали? Если все так хорошо, почему меня и всех наших детей и так далее, мы хотя бы вышли из Египта, почему так все было хорошо, а тебе так плохо? Ой, что вы хотите от меня? Господин ангел, лучше вы отступили. Где все чудеса его? Где абсолютно, о которых рассказывали нам отцы? Из Египта нас увидел Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки миодитян. Меодитян. Он отдал нас в их руки. О чем вы говорите? 14 стих. Господь, воззрев на него, сказал, иди с этой силой твоей и спаси Израиля из рук миодитян. Я посылаю тебя, И знаете, когда это происходит, что-то в атмосфере духовной изменяется. И чаще всего не меняется в лучшую сторону. Потому что мы находим в себе всегда выбор, почему не делать. Гедеон сказал ему, Господин, как спасу я Израиля? Вот и плеве моё колени Майонасты самое бедное. И я в доме отца моего младшего. Чувство чего? А? Полностью комплекс неполноценности. Кто я такой? Что вы мне говорите? Кто бы еще сказал? Хотя и сам Господь говорит, но я же о себе это лучше знаю. Я никто и звать меня никак. Как мне теперь спасти этих евреев? Как многие из нас и так думают. Как многие из нас думают, почему я, почему мне что-то нужно делать, почему мне служить, почему евангелизировать, почему домашнюю группу делать, кто я такой? У меня комплекс неполноценный. О, Боже мой! Я не такой талант, как Рома Святы, который играет на гитаре, поет песни, сразу может и войти в одну сторону, в другую, где-то не попасть в ноту, но потом раз выведет самый верх, и все раскрываются. Вот так петь, как Сережа поет. Я не могу так и не имею такой глазок иметь валик шаховцу, который и так снимет, и так снимет. Я не похож на Кирилла абсолютно, потому что он такой красивый, домашний групп, а что домашние группы, что вы говорите, а пастор, как он говорит, как смачно говорит, а Саша, до Саши совсем далеко, вот это учитель, а я кто? Я вас всех перебрал уже, я за Олег еще не взялся, но при всем этом, мы думаем так и тому подобное, мы думаем о том, что происходит, и мы сравниваем себя с другими людьми. И 16 стих, который будет ключом для каждого из нас, для меня лично, и сказал Господь, я буду с тобою, и ты поразишь маодитян, как одного человека. Это ключ к победе, которую мы хотим иметь в нашей жизни. Проклятие, заклятие, заговоры, переговоры, перестаньте, есть один ключ, который Бог гарантирует тебе сегодня. Через крови мессию, его смерть и воскресенье, он говорит, я буду с тобой. Если вы поймете, о чем я говорю, первое, то, что надо понимать, что Божий взгляд всегда будет отличаться от твоего. Если ты поймешь, что Бог смотрит на тебя по-другому, чем ты смотришь, ты будешь иметь в себе уверенность и силу побеждать. явился ему ангел Господь и сказал, Господь с тобой муж сильный. Когда я думаю о себе, что я ничего не могу, это скромность, слава Богу, пускай она будет скромностью, но нужно сразу думать о том, что это не я говорю, моя скромность, мое состояние самосмиренности не позволяет мне, чтобы Бог действовал через меня. С той силой, которая у тебя есть, с той хуспой, которая у тебя есть, и вы посмотрите, здесь какая сила у Гедеона, что он там делал, непонятно, но я думаю, как он отвечал Господу, позволено Богу сказать, вот с этой хуспой иди. Вот, если вы посмотрите в разговор, возьмите этот отрывок, который говорил, о, где Господь, где эта сила, где тот Бог, вот возьмите этот момент, возьмите его в еврейской форме, сделайте, поймете, как на базаре, он говорит, что вы ко мне пристали, где тот Бог, если оно есть, то он же вывел нас, и Бог говорит, вот с этой хуспой, иди, не понял, я маленький самый, мы никто, я буду с тобой, вот, поверить в этот момент, кто мы, Бог видит тогда, когда мы в тревогах, когда мы в трусости, когда мы не состоялись, когда мы в горечи, когда у нас обиды, когда у нас переживания, когда мы полные отрицаловки о своей жизни, Бог хочет, чтобы мы положились на Него, твой дар, каким бы он ни был, каким бы он ни был, он может служить лишь для одной цели, или какая-то цель, нет, абсолютно, помочь людям, с тем даром, который ты имеешь, он не говорит, иди теперь, ты будешь богатый, ты теперь соберешь армию, ты будешь сильный, будешь как, не знаю, один из Шварценеггера, наверное, там, качок такой, это статус, как у Саула, тебе точно будет нормально, иди спокойно, абсолютно, говорит, все, что ты имеешь, иди с этой силой, с тем даром, который у тебя есть, с этим малым даром, пойди и спаси Израиль, наша задача и проповеди Евангелия, спасение Божьего народа, ко всему, этот дар будет служить тебе в первую очередь, и этот дар будет служить для Божьей славы, иди с этой силой твоей, спаси Израиля из рук моамитян, я посылаю тебя, мало того, говорит, с этой силой, я еще посылаю тебя, Ефесянам 2, 10, говорит, ибо мы, его творение, созданы в Мессии Иешуа, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, Бог предназначил нам исполнять, какие дела? Какие? А что такое добрые дела? Это на пол пути бросить. Я нес, теперь пускай другие несут. Я если пылесосил, пылесосил, позвонил, я пошел, ну ничего страшного, там в следующий раз церковь пославления, они там все уберут, ничего страшного нету. Я пошел посещать людей в больнице, пошел, дошел до пятой станции, куда там еще, и потом забыл, куда я и шел. Но мои намерения были хорошие. Мои хорошие намерения, я хотел плохого, я пошел, но я не смог дойти. Наш добрые дела, добрые дела, мы их совершаем, то есть доводим до конца. До конца, когда тебе просто скажут спасибо. Когда взялся за дело, ты его несешь до конца. И в этом весь принцип. Бог говорит, я буду с тобою. Бог твоя твердыня, он знает тебя, он еще от тверды матери, он вложил в тебя твой потенциал, реальный потенциал, который способен ты сделать то, что внутри. И поэтому, когда мы беремся за дело, мы должны понимать, что мы делаем это просто, даром. Какая награда была у Гедеона? Как вы думаете, какая награда была обещана Гедеону? А? Какая? Свобода. Но за эту свободу нужно было что? Бороться. Бороться. Поэтому ты не думаешь, что ты такой маленький, не умеешь ничего делать, какие-то мои молитвы и как далее, что там происходит в твоей жизни. У тебя есть потенциал, вложенный в тебя, что ты можешь изменить, ты должен сделать себя свободным. Твой принцип свобода к тому, чему призвал нас Господь. Одну историю, которая мне нравится, очень интересная история. Эта история связана с нашим исходом из Египта, входом в обитованную землю, и эта история связана с нашим спасением. Женщины по имени Рахав, кто помнит такую? Самое первое, что приходит на ум, это блудница из Ерихона. Хорошая специальность, древняя, приятная, хорошая, статная. Сегодня выходишь у нас на улице и смотришь по вечерам. Дорога на Ерихон. Целая дорога на Ерихон. Но суть здесь совсем другая. И поисторически эта женщина сделала перемену в своей жизни. Она увидела потенциал Божий и Божию свободу от всего того, что она переживала. Поэтому, сохранив сеглодатой, спаслась среди руин Ерихона, она стала прародительницей Ишуа Мессии. Там перечисляется ее? Вопрос. Она увидела абсолютно другой. Люди ее видели как проститутку, негодного человека, падшего как общество. И здесь она говорит, я не хочу так жить, я не буду так жить. Она делает решение спасти сеглодатой и стать на сторону Божью, где Бог меняет ее. Видела ли она и могла ли она подумать о том, что повлияет на судьбу всего человечества? Могла ли она верить тому или видеть то, что эта женщина смог повлиять на историю всего человечества? Нет, она не видела. Как многие из нас, мы не можем видеть этого, но мы должны понимать, что наше решение, которое мы делаем нашими детьми, нашими служениями, нашими семьями, повлияет на следующее поколение. И в этой стране, в которой мы живем, в которой нас Бог поселил, который дал нам во владение, вот то, что мы имеем, мы можем заложить основы нового Вишуа Мессии, новой надежды для наших детей, для нашего поколения, для будущего. Я говорил уже с нашими ребятами, которые пошли в репцентры. Наше поколение, которые сейчас живут, сколько еще? 20, 30, 40 лет максимум, да? Что дальше может быть? Сегодня никто не думает о том, что старики, которые у нас подтягиваются, им нужна помощь. Никто не думает из нас, что мы, будучи еще в силе, через время будем нуждаться, чтобы нас принесли, увезли, поднесли, опереться. как создать общество, которое будет друг за другом заботиться. Я бы хотел, чтобы у нас был тот же престарелый дом, те же старики, которые могли прийти туда, и приезжали бы молодежь, с ними общались, проводили бы какие-то игры, привозили бы, увозили, хотя бы на это самом, на эволидных креслах покатали, гонки бы устроили. Я бы это тоже хотел бы. Вы эти стариками, хочется веселья? Хочется, но не так быстро, как молодежи. Причем, я хочу, чтобы это жило у нас, это будущее. И послушайте следующие моменты, что такие же проблемы можем говорить о Давиде, Петре, других. Второе, Бог дает тебе больше, чем ты это представляешь. Бог всегда будет давать больше, чем ты себе это представишь. Ты можешь представить, Господь воззрев на него сказал, иди со своей силой Твоею и спаси Израиля. Иди, иди и с той силой, что ты имеешь. И не иди, как бы, иди почитай Максвелла, как иметь группу. Или же, как стать бизнесменом и миллионером сначала. Или Кенета Копл, как жить верой или другие книги. Иди, начитайся тогда, когда наберешься ума, разума, когда наберешься там верой, всего остального, тогда ты будешь готов. услышите? Здесь идет очень простая вещь. Иди с тем, что ты имеешь. Все остальное должно работать на то, чтобы ты созидался. Ты должен делать, а не сначала идти набраться, а потом делать. Ты должен начать делать, и все остальное прилепится к тебе, поможет тебе возрастать, а не наоборот. Сначала возросся, а потом что-то не сработало. Этот принцип не помогал работать. Тот принцип. Все книги написали, ни один принцип не работает. И Бог говорит, а иди ты работай уже. Иди, делай что-то. Потому что от тебя это требуется. Ты не думай о себе, как ты думаешь. Я думаю намного больше. Второй Петра 1,3. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание пребывающего славы и богатства. Только через познание Бога мы с вами получаем все потребное, все необходимое для жизни. Услышьте? Только тогда, как ты признаешь Бога своим Царем и Спасителем. Только через познание Бога мы получаем откровение, что вся жизнь зависит от Него. И что человек существует им. Наш успех, наше преобразование, наше богатство или же наш бизнес зависит от Него. Но сначала Он говорит, все тебе нужно для благочестия. И это все называется Я. Я являюсь твоим началом и твоим концом. Я являюсь под позицией, которая начинает в твоей жизни действовать, когда ты принимаешь меня. Без покаяния и познания Бога как Отца невозможно жить в благочестии. Невозможно жить в благочестии без Бога. Можно быть культурным человеком, можно быть очень интеллигентным, но жизнь в благочестии невозможно без покаяния и без познания Бога. И последнее, третье. Все, что я вам сказал о том, что я сказал, фактически, когда мы говорим свое Я, вообще-то как Богу все равно. Твое Я, другого Я, третьего Я, разницы нет, чье Я. Все концентрировано на том, кто может все это сделать. Я всего лишь оболочка для той сущности, которую Бог хочет использовать. Дело не в Гидионе, а в том, что Бог хочет проявить свою силу. Когда Бог с тобой, кто может быть против тебя? Если собственной силой мы пытаемся изменить этот мир, мы не будем способны, это будет просто организация. Так же самодействует благотворительность, усыновление, удочерения, добрые дела. Этим занимаются в этом мире. Но Бог хочет проявить сверхъестественную силу, когда ты готов идти. И явился ему ангел Господь и сказал ему, Господь с тобой муж сильный. Он говорит, ты муж сильный только тогда, когда я с тобой. Ты сильный, когда я с тобой. Это по-другому иногда люди думают, о, Бог меня избрал, я теперь буду самым интересным. Самым будем, пупом земли. А Бог говорит, подожди секунду, ты хорошая личность, ты правильная личность, у тебя характер правильный, я хочу тебя использовать, но у тебя есть гордость. Будет ли Бог таких использовать? Нет, Бог гордым противится, а смиренным дает богодать. его состояние здесь Гедеона, хотя он возмущался, хотя он говорил ситуацию, почему Бог не является, почему ты самый слабый и так далее, своя самооценка, она произвела, наверное, действие, которое мы не ожидали, что Бог усмотрел его состояние неполноценности и самовыражения и говорит, подожди секунду, я хочу тебе сказать, я с тобою, с моей силой, ты сможешь это сделать. Когда мы думаем, что мы не сможем начать домашние группы, или же мы не можем вести регионы, или же там у нас есть репцентры, молодежка, детские служения, Бог говорит, я тебе дал этот талант, я дал тебе возможность, чтобы он служил для людей и через этих людей проявилась слава. Это важно, потому что мы способны делать больше, чем мы представляем себе. Не нужно путать Божье благоволение с неким возвышением личности. Божье благоволение не зависит от того, насколько ты умен, насколько ты радикален, насколько ты там хуцпанутый в такое состояние. От этого не зависит. Все зависит от того, насколько Бог проявляет свою силу через тебя. Когда Бог тебя призывает, тогда фокус не на тебе, а на Боге, который делает через тебя. посему мы сегодня сделаем нечто. Я хочу признаться вам первое, это то, что я себе, когда готовлюсь к проповеди, и когда я выхожу проповедовать, я чувствую себя иногда неполноценным. Всегда. признаю себя неполноценным. Почему? Потому что если моими способностями, моими знаниями, своими возможностями, тогда то, что я хочу передать, я не смогу передать. это чувство неполноценности я должен возложить на молитвенный свой алтарь, чтобы мой, тот внутренний человек, который имеет способности и возможности, мог быть сораспят с Мессией, чтобы тот Бог, который дает откровение и понимание, о чем говорить, мог бы проявить себя через меня, поэтому у меня есть молитва. Я вам скажу честно, я молюсь каждый раз, когда я выхожу проповедовать, я молюсь, чтобы Бог действовал через меня, чтобы не только с силой Духа Святого. Для этого многие имеют возможность. Мы можем помолиться друг за друга, и вы будете исцелены. По молитвам людей, люди исцеляются. Не по способностям какие-то там сверхъестественные, по молитвам друг за друга. Но есть призвания немножко другие. Проповедовать не каждый способен проповедовать, но он может это сделать, если будет упражняться, будет иметь опыт. Я хочу говорить о том, что когда я выхожу сюда, я иду через молитву. Когда что-то мы делаем, чему мы призваны, даже к тому, чтобы убирать, либо собирать, либо идти на домашнюю группу, либо евангелизировать, нужна всегда смелость. Смелость. если мы думаем о том, что мы что-то познали, Бог будет противоположен. Если мы говорим, что мы чего-то не знаем, стесняемся, комплекс неполноценности, Бог говорит, я хочу поднять тебя. у Бога всегда противоположенное мнение тебе. Просто так взять. Если ты думаешь, что ты достиг чего-то, значит, ты гордый, Бог гордым противится. А если ты самобичеванием занимаешься, Бог говорит, подожди, поднимись, хочу использовать тебя таким, как ты есть. На этот алтарь сегодня давайте положим нашу некомпетентность. На Божий алтарь нужно положить чувство своего я. Потому что Бог хочет использовать каждого из нас. На работе, в университетах, в семье. уже пожилом возрасте либо молодому. Любой дар Бог хочет использовать. Часто вмешает нам наша смиренность. Либо самосмеенность. Мешает нам. Поэтому подайте мы встанем в наши ноги. И в молитве попросим, чтобы Господь убрал это чувство неполноценности. Чувство, что я не такой, как все. Не достиг, не дошел, не застоялся, не удался. Друзья, Бог любит нас. Нас. Нам нечего сравнивать себя с этим миром. Не для этого Он нас привел. свое царство. для этого. Он отдал своего сына. Не для этого, чтобы мы сравнивали себя с другими. Мы никогда не сможем догнать их. И нам не надо. Самое интересное, что нам не нужно догонять их. гонка. что понимаем, чем закончится эта гонка. В конце туннеля, хотя для многих есть свет, но там есть обрыв. И так можно залететь туда, в общую дорогу в ад. Но путь, который дает Богу, он путь смирение. Когда ты осознаешь, что ты со своей силой можешь сделать то, что ты можешь сделать. Но если Бог в тебе, Он сделает намного больше. Мне приятно видеть, когда люди осознают свою некомпетентность и слабость в этом мире и принимают Иисуса и Шуа своим личным спасителем. Это намного интереснее, чем рыбалка, чем гонки, чем какие-нибудь еще хобби любое. Но принципы разные. С одним ты должен говорить на улице, с другим просто долго и долго дружить. И в один момент он говорит, а я хочу иметь то, что ты имеешь. уверенность в будущем. Вот состояние это, что Бог с тобой. С тем лазером, который лежал, собаки лизали его струбья. Бог был с ним. И он сила, он сильным человеком. Он же был бедняком, лежал, умирал. Он был сильным человеком, чтобы не роптать на свою судьбу. Он был сильным человеком, потому что он надеялся на Бога. И вы знаете, он получил свою награду. И этот богач говорил, пускай он, лазер, пойдет, воскреснет. И скажет, пошли кого не упасли его, он предупредил. И там было поздно сказано, у них есть стора и пророки. Я вам говорил сегодня из сторы. Хотите иметь свободу? Знайте, что вас любит Бог такими, как вы есть. И он хочет с вами сделать позже, вы думаете о себе, позже, чем другие думают о себе. И все это через его силу. Не моей силой, моим духом, кроме Господи. Его дух, который вешу о мессии, он внутри нас. Возьмите за руки. Время бежит, через двадцать минут закроется билетная, пропускная. Я уверен, что я успею. Праведник все, что делает, он всегда успеет. А веныши вышиваем. пускай твой руах прикоснется каждому из нас. Те, кто еще не уверены в тебе, как в спасителе, изменяй это сердце, это мнение. Те, кто смотрят нас в прямом эфире, Господь, прикоснись к ним, измени их жизнь и каждого из нас, чтобы на этом алтаре Господь мы могли возложить свое я, свое несостояние, состоятельность и сказать, что я сильный. Я был слаб, но я силен в Боге. Я был слеп, но я прозрел. Я хромал, но теперь я бегаю. Я силен в том, кто во мне, потому что он сделает намного больше, чем я. Тот дает надежду и милость. Сегодня дает обещание, что с этой силой, которая у меня есть, я смогу победить врага и дать свободу народу и себе. Это обещание ты давал Гедеону. Не просто свободу Израиля через его силу, через силу, которую ты проявлял через Гедеона, но эта свобода касалась лично его. Дай поверить каждому из нас, дай поверить, что твоя сила способна сделать больше, чем я думаю. я призвал к свободе и в этом призвании хочу оставаться свободны навсегда. Прикоснись своим духом, исцели, благослови. И Господь, мы сдаемся сейчас твоему Духу Святому. Действуй, благословляй, работай с нами, благослови на имя твое. Я Господь спасибо тебе. Спасибо.